Четвертый матч Четвертый матч Четвертый матч Ну, а Симакову дали отдохнуть в силу его такого солидного, скажем, по хоккейным меркам возраста. Так что это так как бы и совпало, да, после четырех игр надо было, в общем-то, и дать ребятам и передохнуть, и подготовиться к следующей игре. Вот так вот получилось. Первый период мы так немножко боялись, особенно первые смены. А потом они даже на 5-4, я их ставил, на большинство, они нормально играли. Ивашов вообще там вышел, атаковал ворота, все как, все делали так, как надо. Ну, они так, я скажу, что у них есть хорошие задатки, да, если будут серьезно относиться, я так вот смотрю, Ивашов еще в предыдущей игре даже там играл, когда, да, под шайбу ложился головой вперед, прям под этот бросок, да, такое неуемное желание, которое, в общем-то, наверное, и должно присутствовать у молодых вот этих игроков, да. И, наверное, если так будет и дальше относиться, то нормальный, скажем так, хороший потенциал у парня есть, желание тоже есть, так что есть возможность вырасти в хорошего игрока. Да, ничего особенного я им не говорил, я говорю, играйте там такие же ребята, как вы, да, может быть, чуть-чуть побольше потренировались, некоторые в НХЛ были, поиграли в НХЛ, поэтому я говорю, на чемпионатах мира, а все остальное то же самое. То, что они не настроятся на нас 100%, это, ну, это всегда практически так, когда такая сильная команда, да, они выходят, и всегда немножко так вольготно, плюс еще так они вначале имели такое колоссальное преимущество, там, все, да, поэтому наше желание, плюс наша борьба такая, да, позволила как бы нивелировать вот это мастерство, и мы сравнялись с этой командой. Понятно, что если бы они так всерьез делились по-настоящему, то нам бы было очень тяжело, но все хорошо, что хорошо кончается. Ну, да, да, за пять секунд до конца, конечно, там нельзя это пропускать, такие голы, да, но что случилось, то случилось. Но мы ничего, мы вышли, я им сказал, ребят, давайте работать будем, все там, ничего страшного тут нет, что один гол, это не так много. Ну, все, и продолжали играть, как видите, там. Немножко мы стали посмелее, немножко лучше у нас стали получаться наши контратаки, да, и в завершении мы так стали чуть наглее, как бы, да, ну, вот и забили, в общем-то. Мы сейчас просматривали этот матч, мы довольно грамотно оборонялись, да, хотя мы пропустили много атаки, все, но уже само тактическое построение, как бы было более правильное, так скажем, да, потом мы получше играли, как бы именно в средней зоне, да, и, в общем, атаки получились, эти контратаки. Так что это, ну, конечно, это, для игроков это хорошо, это и определенный, скажем, такой стимул, моральное удовлетворение от того, что они делали, работали, сейчас получили результат. Ну, сейчас мы, слава богу, вроде не проиграем, мы из ЦСКА не проиграли третий период, и тут не проиграли третий период, да, поэтому есть, у нас сейчас немножко, мы стали чуть-чуть, может быть, повыносливее, да, нам схватает, в принципе, до конца игры, так что, ну, поживем, увидим, как дальше будет. Вот это, серьезно, мы так работали, может быть, пять дней, уже за два дня до игры, даже, наверное, четыре дня, а за два дня до игры мы перешли на одноразовые занятия, да, хотя мы сейчас продолжаем эту работу, вот тут постоянно, как бы, стараемся поддерживать, в общем-то, физическое состояние игроков, но это надо, как бы, да, потому что, хотя и чемпионат сложный, у нас игр довольно много, поэтому, еще этот кубок Шпенглера тут, будь он не ладен, так скажем, да, потому что у нас матчи, матч на матч, и мы так много, у нас нет даже такой паузы-то, собственно, особенно, и передохнуть, не то, что там поработать по-серьезному, вот, ну, что имеем, то имеем, в общем-то, надо работать в тех условиях, которые есть уже. В принципе, работа тренера, это всегда заключается в том, чтобы из тех игроков, которые есть, как бы, выжать, все, что можно, и постараться их вытянуть на более высокий уровень, да, это вот основная задача всегда тренера, да, помочь раскрыться вот этим молодым ребятам, чтобы они заиграли, чтобы их не задушить, не задавить и не испортить, да, вот, в принципе, чем отличаются нефтехимики или игроки нефтехимика от игроков автомобилиста, да, ничем, ну, да, там они подороже, там они помастеровите, может быть, и все, только в этом, я скажу, здесь у ребят, а то желания побольше, наверное, они хотят работать и работают с удовольствием, так что, тут везде свои плюсы есть. Владимир Владимирович, для вас эта победа станет такой, вот, знаете, запоминающейся в карьере? Ну, я, так честно сказать, я даже не знаю, запомню ли я ее в дальнейшем где-то, может быть, запомним, конечно, но, в принципе, их и было таких, побед-то не одна, не две, там, как бы, да, поэтому, ну, может быть, останется где-то, да. Ну, та победа, которую мы обыграли шведов, тогда, когда я работал со сборной Белоруссии на Олимпиаде, и вы вышли в четверку лучших команд мира, да, потом, ну, скажем, победа сборной России, когда мы канадцев отправили с Олимпиады домой, их не было вообще даже в четверку, они не попали в результате, поэтому, ну, вот, такие игры, конечно, да, они запоминаются, потом, игра на чемпионате мира, когда мы проиграли, к сожалению, Словаком, да, они стали чемпионом мира, мы выиграли только серебро, потом, поражение в Риге, когда мы не попали в эту четверку, да, хотя мы играли очень хорошо там, и все, казалось бы, шло к тому, что... Потом в Вене, когда я был главным тренером сборной России, мы тоже, когда нас финский судья просто убил, сплавил, и ни за что там дал пару удалений, мы проиграли. Потом еще одно такое было поражение со сборной Казахстана, когда отборочная на Олимпиаду, когда нас судья тоже так же, у нас Трощинского разбили ударом в голову, разбили лицо, все, у него и кровь, и удар еще, аборт был дополнительный, и даже двух минут не дали, а мы тогда имели реальный шанс, как бы, поехать на Олимпиаду, ну, такие игры есть, конечно, запоминаются. Давайте, молодчики, вот, посражались, побились, видите, мы можем играть даже без силы, е-мое, сыграли хорошо. Ладно, молодцы все, все, спасибо за работу. Ну, молодцы, ребята, тут вопросов нет, я их поздравил, что они, в общем-то, боролись, старались, но я уже сказал, 23 блокированных броска, это, в принципе, всегда победа, да, примерно где-то, наверное, 10-12 блокированных бросков можно уже выиграть игру. Ну, я скажу, что они как-то этим звеном не так сильно нас давили и душили, но это в первую очередь, наверное, было все-таки, потом они взялись за дело, да, потом они начали нас прилично очень прессовать, да, но, как бы, по ходу игры перестроиться очень сложно, да, если ты не настроился в начале, да, ну, бывает, да, перестроишься, бывает, что сложно перестроиться. Да, ну, и вот оно не пошло, может быть, я говорю, у них поэтому, у ребят, из КА. А так команда очень сильная, конечно, что там говорить, там она, на самом деле, она, на сегодняшний день, я думаю, самая сильная, в принципе, как бы так, шутя говорить, таким надо отдать сразу сейчас этот кубок Гагарина, а за остальные места надо играть, продолжать. Ну, мы продолжаем, как бы, работать, потому что у нас же нет таких перерывов, ничего, нам надо успевать восстанавливаться от игры к игре, первое, да, второе, нам надо поддерживать постоянно свою физическую форму, да, вот, и, ну, тактические варианты, у нас много проблем было с обороной, сейчас немножко лучше стало, игра в меньшинстве тоже требует еще работы, ну, много работы, много очень, чтобы делать хорошую команду, ты должен все, так сказать, аспекты хоккея подтянуть на до должного уровня, тогда все у тебя будет работать нормально. Они физически должны быть хорошо подготовлены, они тактически должны быть хорошо подготовлены, все моменты большинства, меньшинства должны быть отработаны, как следует, да, все, тогда команда будет играть. Что вы вообще скажете о конкуренции в этом году в Востоке? Ну, как никогда, да, конкуренция, одна команда как бы определилась со своим местом, это Новокузнецк, да, а довольно большая группа команд, наверное, начиная, ну, практически можно сказать, что с 14-го места и до 6-го, наверное, до 5-го, где-то команд 8, там, борются за это, за 2, может быть, 3 места для того, чтобы попасть в плей-офф этот, да, ну, и все примерно имеют очки где-то тут все рядышком, так вот, да, там, ну, у нас 37, а 8-е место, скажем, там 42, и даже у двух команд по 42, у Сибири и у Бориса, поэтому тут много команд очень претендует на это место, и борьба чем дальше будет, тем жестче, наверное. У меня еще удивительное дело, да, вот все-таки хоккей такая, удивительная игра, мы там проигрываем слово, но, грубо говоря, не проигрываем с КАМ, ну, как это вот так? А это, я скажу, что, как бы, с одной стороны, может, закономерно, с другой, нет, но, во-первых, мы работали, да, там, прилично так, может, еще на тот момент не отошли от нагрузок, да, и такой мотивации не было, игроки были немножко, наверное, как бы не сконцентрированы на игре, а больше думали о том, что же сейчас будет, вот новый тренер пришел, что сейчас, куда нас тут, и что, да, сейчас немножко успокоились уже в этом плане, наверное, да, и больше, скажем так, внимание уделяют самой игре, хоккею, поэтому и, в общем-то, начали играть, и дай бог, чтобы дальше так играли. Начали повериться, говорят, знаете, победный состав не меняют? Ну, нет, тут надо менять, потому что очень много мы затратили и моральных сил, и физических, да, поэтому этих ребят надо вводить будет в состав, вот, а другой, сейчас другой вопрос, куда вводить и как вводить, потому что некоторые звенья так хорошо сыграли, что их неохота даже разбивать, поэтому будем смотреть. Ну, это тот же момент конкуренции, да, потому что молодые хотят, молодые стремятся, молодые стараются, да, и все, и они вот, в принципе, ведь разница-то не такая большая, скажем так, что вот между молодыми там и такими опытными игроками. Я так смеюсь, но есть какая-то доля правды в том, что Симаков играет так долго не потому, что он такой мастер, а потому что эти плохо подпирают все снизу его, да, и таких игроков, поэтому мне понятно, что Лешка мастер и хороший мастер, да, очень большой опыт у него, и все, и он у нас один-единственный, кто спокойно входит в зону противника, как хочет и когда хочет, да, вот, но в принципе молодежь должна подпирать, да, молодежь должна как бы наступать на пятки опытным игрокам. Тогда все, тогда будет движение, тогда будет жизнь, тогда команда будет играть и расти, и двигаться вперед.